Девушки отдыхают На самом деле, ребята, так много вопросов по поводу этого сумасшедшего роста возникает. Например, естественен ли он? Безопасно ли сейчас что-либо покупать, когда бычий рынок уже стартовал? Или же, наоборот, очень опасно, потому что это всего лишь бычий забег? Давайте вспомним, что бычий рынок характеризируется уверенностью инвесторов и результатами, которые продолжаются в течение продолжительного периода времени. В то время, когда бычий забег имеет тенденцию быть довольно скоротечным. Вот в чем разница между бычьим рынком и бычьим забегом. Так или иначе, мы ждали какого-либо движения с декабря, не считая, конечно же, вечного падения. Поэтому сейчас кто-то очень смачно врезал пощечину всему криптопространству, чтобы оно, наконец, пробудилось. Одно слово, и я снова тебя ударю. Я маме скажу! Но хотя бы обнадеживает то, что цена биткоина сейчас почти в три раза больше его декабрьских минимумов. Да, вы можете называть это отличным временем для рынка, но последствия истинного бычьего рынка гораздо глубже, чем вы можете себе представить. Когда биткоин впервые упал на 50% в начале 2018 года, было не так просто сказать, что наступил медвежий рынок, каким бы очевидным он ни казался. Вы, в принципе, хотели бы знать, какие шансы вы имеете на покупку уже сейчас. Они очень высоки, даже если в какой-то момент произойдет крутая коррекция. Поэтому сегодня мы попытаемся ответить на этот вопрос гораздо точнее. И для этого нам понадобятся технические, социальные и политические факторы, которые окружают этот рынок. Как бы назвать эту науку? Синдром упущенной выгоды. Сокращенно ФОМА. ФОМА. Экономика и ФОМА. Фомономика. Фомономика, да, пусть будет так. Первый технический инструмент, к которому я буду обращаться, это 200-дневное скользящее. Говоря исторически, все, что торгуется выше 200-дневки на протяжении более 8 или 10 недель, в значительной степени уже считается бычьим рынком. Не бычьим забегом, а бычьим рынком. С тех пор, как мы впервые пересекли скользящую, что случилось в апреле, прошло уже 7 недель, а большинство линий тренда, которые можно было бы построить, продолжили торговаться значительно выше. Значит ли это, что медведям можно официально указать на выход, м? На самом деле, я всегда рад показать медведям, как отсюда уйти. Несмотря ни на что, я все-таки хочу сказать, что криптовалютный рынок крошечный. Да, именно крошечный. Вы знаете, что рынок акций считается бычьим тогда, когда акции растут на 20%, и происходит это за год, как пример. В криптопространстве это происходит почти каждый день. Например, сегодня Тезос вырос на 23%, а биткоин может показать такой рост всего за 2 дня. Вот настолько крошечным и настолько восприимчивым к движениям даже нескольких сот миллионов долларов остается криптопространство. Но ведь это криптовалюта, которую мы так любим. Или заслужили. Именно поэтому каждый раз, когда крипта растет, возникает вопрос, а органичен ли этот рост? Наверное, это самая горячая тема для дискуссии на данный момент. Но я думаю, что на самом деле это не имеет для нас никакого значения. Лично для меня, для вас. Ведь ни я, ни ты не имеем никакого контроля над этими процессами. Но что могло бы доказывать нам естественность в таких движениях рынка, это новости. Биткоин фьючерсы на 7 групп достигли 1,3 миллиарда долларов на фоне параболического роста. Битмекс ставит исторический рекорд с объемом торговли более 10 миллиардов долларов. Исторический рекорд, ребята, исторический. Я даже слышал о скорой реализации того, чего мы так долго ждали от Fidelity и BACT. И что так долго откладывалось. Более полугода или сколько там времени прошло. Крупные торговые сети, в том числе Crate, Barrel, Nordstrom и Whole Foods, принадлежащие Amazon, теперь принимают биткоины и три других типа цифровых денег. Я также читал о подобных вещах со Starbucks и возможно даже Seabay. Кажется, они там уже начинают вступать в это долгожданное будущее. А мы остаемся в прошлом. Блин, обидно. Flexa, это такой стартап, убедила розничных продавцов, в том числе Regal Cinemas, GameStop и Baskin Robbins, сконфигурировать свои сканеры для распознавания платежей из своего криптовалютного приложения, которое называется Spadden. Кстати, гениальное название для криптоприложения, типа Hold и HODL, Spend и Spadden. Понимаете, да? Это же гениально. Клиент просто должен иметь это приложение, чтобы он мог расплатиться. Кассир магазина, как правило, не знает, что клиент платит криптовалютой, а продавец получает платеж в режиме реального времени в форме по своему выбору, криптовалюта или доллары. В начале 2017 года мы бы посмотрели на эту статью и сказали «Вау, это просто отличная новость». Но смотря на неё в 2019 году, я бы сказал «Я хочу умереть». Это шутка, если что, шутка. Напомню, что главное преимущество принятия криптоиндустрии в том, что это облегчает поездки за границу. Позвольте мне объяснить. Мы используем криптовалюты не только, чтобы избежать налогов. Потому что, по крайней мере, в Штатах это ничем не лучше обычных банковских карт. Кроме того, у криптовалюты не существует кэшбэка, в отличии от банковских карт. Но знаете, использовать криптовалюту для покупок это не то, что мы хотим делать. По крайней мере, до тех пор, пока не появится намного более развитая и стабильная экономическая система, что чрезвычайно важно для массового внедрения. Я хочу видеть больше таких новостей, что более важно, стимулов для них. Также люди все больше говорят о Binance. Биржа Binance возвращается на рынок с новой обновленной системой, которая начнет работать уже сегодня. По крайней мере, так обещают. И, наконец-то, выводы откроют. Правда, никто точно не знает, что после этого произойдет. Но то, что уже произошло, это ошеломленность людей, которые топили за падение биткоина. Жалко, конечно, их, они потеряли достаточно много денег в эти дни. В итоге, суммируя все, о чем я с вами сегодня говорил, это мое непрофессиональное личное мнение. И вывод в том, что в какой-то момент все мы застанем коррекцию, потому что ничто не длится вечно. Но это все еще хорошее время для покупки биткоина в долгосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе. Правда, если в ваши планы входит мгновенное удовлетворение, и вы также немного более терпимы к риску, то многие монеты можно покупать уже сейчас. Но лично я просто не хочу ждать дальнейшего падения для более удачной покупки. И еще раз, это видео не финансовый совет. Это все на сегодня, ребята. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео с друзьями. Обязательно богатейте. А меня зовут Богатейший, и скоро увидимся. Пока.